Мой канал давно уже стал клубом для радиолюбителей. Это очень приятно и неудивительно, потому что мы разбираем много разных электронных схем. И конечно я выполняю просьбы своих подписчиков, своих зрителей. 7 дней назад я получил просьбу от Александра рассказать, что такое мультивибратор и как он работает. Конечно я выполняю его просьбу. Мультивибратор представляет собой электронное устройство, которое характеризуется наличием двух временно устойчивых состояний, которые чередуются за счет периодического заряда и разряда конденсатора, ферес-резистор. Мультивибратор генерирует импульсы по форме близкие к прямоугольным, с частотой определяемой время задающими компонентами, это конденсаторами и резисторами. Выбор сопротивления резисторов определяется схемными решениями. Такой генератор будет работать в режиме автогенерации, подобно транзисторному мультивибратору. Поэтому его и назвали мультивибратор на микросхеме. Итак, рассмотрим как он работает. Схема работает благодаря непрерывному перезаряду конденсатора C1 через резистор R1. Если, например, на выходе D1 напряжение высокого уровня, то за счет связи выхода D1 со входом D2 и включения микросхемы D2 инвертором, на выходе D2 будет напряжение низкого уровня. Начнется заряд конденсатора. Предполагается, что до этого момента он не был заряжен. Напряжение на нем стремится к высокому уровню. Но когда оно достигнет значения напряжения порогового, где-то приблизительно 1,3-1,5 В, состояние D1 изменится и напряжение на его выходе станет низкого уровня. Изменится и состояние D2, на выходе которого возникнет напряжение высокого уровня. В этот момент напряжение на конденсаторе не изменится. Сразу после переключения на входе D1 продолжает действовать напряжение, превышающее пороговое для микросхемы, и на выходе D1 сохраняется напряжение низкого уровня. Но в этот момент конденсатор начинает перезаряжаться, и по достижении порогового напряжения элемент D1 снова меняет свое состояние. Следует новый заряд конденсатора, и весь процесс начнется заново. Частоту импульсов генератора можно изменять подбором емкости конденсатора C1 и регулировкой резистора R1. Логический элемент D1, D3 является инвертором выходного сигнала. Кстати, все логические элементы D1, D2, D3 включены инверторами. Несколько слов о самой микросхеме K155La3. Это очень популярная микросхема, которая используется во множестве электронных устройствах. Это структурная схема микросхемы K155La3. Видим, что она состоит из четырех логических элементов 2 и не. Здесь мы видим распиновку этой микросхемы. Что это значит? Это означает, какая ножка является входом или выходом в этой микросхеме. Ну, например, ножка 1 и 2 – это вход первого элемента микросхемы. Ножка 3 – это ее выход. Второй элемент микросхемы – это ножка 4 и 5, и выход элемента – это шестая ножка, и так далее. Также седьмой вывод – это общий, то есть минус, и четырнадцатый – это напряжение питания, то есть плюс. Это так называемая таблица истинности. Как работает логический элемент? В данной микросхеме – это элемент 2 и не. Посмотрим логику работы. Запоминать табличку не стоит, ибо это очень простая логика. Если на первом ходе и на втором у нас два нуля, то на выходе будет тоже ноль. Но так как у нас это инвертор, мы на выходе получаем единицу. Ежели на первом ходе ноль, на втором – единица, мы получаем на выходе ноль. Но так как это инвертор, мы получаем единицу. Этот инвертор инвертирует ноль в единицу. То же самое происходит, если на первом ходе единица, на втором – ноль, мы на выходе получаем ноль. После инвертации мы получаем единицу. А теперь интересно, если на первом входе у нас единица, на втором тоже единица, вот тогда мы получаем единицу на выходе. Но эта единица инвертируется в ноль, и мы на выходе получаем ноль. Все просто и логично это работает. И эта схема называется 2 и не. 2 и не. То есть на выходе будет сигнал единичка только тогда, когда на первом и втором входе будет единица. Но так как у нас это инвертор, мы получаем на выходе ноль. Еще раз повторю, что вход 1, 2, 4, 5, 9, 10 является прямыми входами. А выход 3, 6 и 8 это инверсные выхода. То есть при такой схеме включения, что ножка первая и вторая включены вместе, это является обычным инвертором. Если мы на вход подаем единицу, то на выходе ноль. Если мы на вход подаем ноль, то на выходе единица. Все очень просто и логично работает. Так работает мультивибратор на логических элементах микросхемы К155ЛА3. Конечно я жду ваши отзывы в комментариях об этом ролике. Какие вас интересуют электронные схемы, мы их будем разбирать. Как они работают. Конечно поставьте лайк. И кто не подписан на моем канале, пожалуйста подпишитесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!